Итак, Бхагавад-Гида 4.34, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие из себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий. Комментарий. Комментарий способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. Бхагаватам сказано, путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Потливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Прабу. Очень хорошо. Итак, они слушают нас, хорошо? Итак, все слушают нас, хорошо? Говорите, хорошо! Окей, все хорошо. Очень хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и с нами наслаждаетесь сегодня этим классом. Мы очень счастливы быть со всеми вами. И я очень далеко. И очень рада участвовать в вашей, наслаждаться в вашей программе на Махате. И очень важно, самое важное в духовной жизни, это иметь... правильного духовного учителя. Нам нужен правильный духовный учитель. В нашей Ваишнава-сампрадая есть четыре сампрадая. Одна идет от Господа Брамы. Одна от Господа Шивы. Одна от Четырех Кумар. И одна идет от Лакшми. И одна идет от Лакшми. Мы с вами из Гаудия Мадхова Сампрадая. Мы с вами из Гаудия Мадхова Сампрадая. Брама Гаудия Мадхова Сампрадая. Наша позиция это достичь Кришны. И для того, чтобы достичь Кришны, нам нужен правильный духовный учитель. Итак, в этих словах, можете обратиться к Санскриту. И в этих словах, можете обратиться к Санскриту. И здесь, татвадарси, означает «кто, кто знает правильный». Вы видите, что татвадарси в русском языке? Татвадарси. Вы видите, что татвадарси? Да. Да. Да, но они не видят скрин, Прабу. Сейчас в Исконских храмах нам предлагают выбрать какого-то гуру, но мы должны выбрать того, кто видит истину. Татвадарси. Сейчас мы узнаем, кто такой татвадарси. Бхагаваткита, 6, 29. Татвадарси. Татвадарси. Видит меня, пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающими во мне. Воистину, осознавшая из себя душа видит меня, единого верховного Господа повсюду. Татвадарси – это тот, кто видит Кришну. Это значит, что он чистый и преданный. Только чистый и преданный может видеть Кришну, может говорить с Кришной. То есть он не идет просто слепо к любому, о ком говорят, и вот он сейчас Гуру. И когда вы отправляетесь к такому человеку, потому что он с Кришной, тогда вы можете получить правильное знание. Это объясняется в 4.35, Бхагавадгита. То есть вам нужно обладать истинным знанием. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, или иными словами, что все они пребывают во мне. То есть это квалификация, когда вы идете к реальному Гуру, вы получаете реальные знания, и тогда у вас никакой Майи не будет. И это знание не дает вам опять упасть в Майю. И вы также освобождены от всех вредных привычек. 4.37. 4.37. Бхагавадгита. 4.37. У Арджуна. Подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. То есть, кришна здесь говорит о том, что он превращает всю нашу карму, он сжигает всю нашу карму, забирает всю нашу карму. Итак, чистый преданный сжигает всю вашу карму и дает вам трансцендентное знание. Это чистый преданный. В Исконе никто не забирает вашу карму, не сжигает вашу карму и не дает вам чистое знание, трансцендентное. Это только один человек, только Прабхупат. Почему мы это говорим? Потому что гуру падают, это значит, что они в мае. То есть, тот преданный, который приходит к чистому преданному, у него нет больше никаких расстройств, переживаний. То есть, 440, 440. 440. 40, 40, sorry. 440. 440. Да. 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 Вы видите здесь? Вы можете читать? Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах Бога откровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. То есть, вы можете видеть разницу. Если вы предаете Шрилу Прабхупада, вы увидите, что Шрилы Прабхупада никогда не упадет. Но, когда вы кого-то принимаете, вы не знаете, в какой момент он может упасть. То есть, вы все время в сомнениях находитесь. То есть, они говорят, мой гуру сегодня не упадет. Но ты не знаешь, может быть, завтра он упадет? Это происходит со многими гуру в Искон. То есть, ты не уверен, ты в сомнениях. Но если вы сомневаетесь, вы не можете быть совершенными, об этом говорит Кришна здесь. То есть, это не хорошо. Поэтому, в нектаре преданности, Сомневая, да. НОИ? 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 Ио, да. Ио, да. Да, я пытаюсь найти. Итак, пятый текст, комментарий. Последний параграф. В данном стихе Шрила Рупа Госвами советует преданным научиться отличать друг от друга преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне. Шрила Бхактинор Дадхакур оставил для нас некоторые практические указания, помогающие распознать вайшнавы категории Утама Адхикари. В частности, как он пишет, Утама Адхикари славится своей способностью обращать в вайшнавизм множество падших душ. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня Утама Адхикари. Вайшнавы-неофиты и вайшнавы, стоящие на промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных той же категории. При этом надо понимать, что подопечные таких духовных учителей, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя вайшнавы категории Утама Адхикари. Итак, вы видите первый, второй и третий класс преданных. Вы не можете принять второй или третий, вы должны принять все преданного только первого класса. Матхья, 24, 3, 3, 0. Матхья. Матхья, 24. 24, 3, 3, 0. Итак, Читань Чиритамрита, Матхья Дила, 24, 3, 0. So you go to the commentary, yeah? Комментарии. Матхья Дила, 24, 3, 0. Матхья Дила, 24, 3, 0. Матхья Дила, 24, 3, 0. Матхья Дила, 24, 0. And some problems, it's not open. I'm waiting. You close and try again? Close and try, yeah. Матхья Дила, 24, 3, 0. Let's try again. Матхья Дила, 24, 3, 0. Матхья Дила, 24, 3, 0. Some problem on website, Prabhu. Go back to the Bhagavad Gita one, 440. Yeah. From there you try. Same. I see, see. Yeah. Same. Same. Okay. Okay. So go back to the Bhagavad Gita. Okay, go to Bhagavad Gita, chapter 9, text 3. No problem, same problem. Some problems on website. You close and open again. Close the website and open again. Close the website and open again. Restart the webpage. So therefore it is very important to understand that we must have a proper spiritual master who is a pure devotee, Uttama Adhikari. So if we take the wrong guru, then our spiritual life cannot grow properly. And also we'll have quite a lot of problems also. And also, sorry Prabhu, can you repeat? We have a lot of… Can I open VedaBase? Yeah, I try Prabhu. Everything very slowly. I don't know. Some problems in internet also, maybe. Never mind. So the more important thing is that we have to show you those verses so you understand very nicely because this is very important. Yes, you got it very good. Yes, Bhagavad Gita. Go to Russian. Yes, Bhagavad Gita 9.3. Ah, very good. We go to the… Commentary. Yes, in the commentary. We go to the… The third paragraph. The third paragraph. Third paragraph. Again… You cannot… You yet… One should not conclude because… No, no. Not Krishna's name… Sorry, I've gone to the wrong words. The free category of the people which know Krishna's… Krishna. This? In the third category… No, no. Now the development of faith. One, two, three. Three. Paragraph three. Now the development of faith is the process of Krishna consciousness. Now… Third paragraph. Third paragraph. This is after the tree. Yeah? After the tree. About the tree. About the tree. And then… Yes, yes, that one. Can you read? Yeah. Yeah. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если формально они заняты преданным служением Господу, достичь высшей ступени совершенства они не смогут. Через некоторое время они, вероятнее всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив священные писания, стал сведущим науки преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категории. В число преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что Кришна в хакте преданное служение Кришны – это лучший из путей, и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена. Преданные первой категории будут постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они не убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно подчеркнуть из священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагават Гита. Итак, первый класс и второй класс, они не могут пасть, третий класс преданных могут пасть. Итак, вы видите, как важно принять преданного первой категории. Преданного второй и третьей категории мы не можем принять как своего гуру. Очень важно принять правильного духовного учителя. Если вы примите неправильного духовного учителя, вы просто упадете. Мой гуру не падает, но если он не обидел Прабхупада, и Прабхупада не просил, чтобы он не обидел Прабхупада, то он тоже падает. Кто-то скажет, что мой гуру, он не падший, он не пал, но так как ваш гуру не следует наставлениям Шрилы Прабхупады, это считается, что он уже падший, потому что Шрилы Прабхупада не давал никаких назначений новым гуру. А теперь вы говорите, смотрите, Прабхупада здесь нету, как у нас появится контакт с Прабхупадой? Но Прабхупада с нами на связи с помощью его наставлений. 298. Шримад Бхагаватам 298. Шримад Бхагаватам 298. Шримад Бхагаватам 398. Шримад Бхагават ISO Брахман услышал мистический звук Тапа, но не увидел того, кто его произнес. Тем не менее, он счел это наставление благом для себя и погрузился в медитацию, продолжавшуюся тысячу небесных лет. Один небесный год длится 6 умножить на 30 умножить на 12 на тысячу наших лет. Он внял этому звуку, потому что его чистому видению была открыта абсолютная природа Господа. Наделенный таким видением, Брахма не делал различий между Господом и его наставлениями. Между Господом и звуками, исходящими от Него, нет никакой разницы, даже если Господь не присутствует лично. Лучший путь постижения истины последует наставлению Господа. И Брахма, духовный учитель каждого, на своем примере показал действенность этого метода обретения трансцендентного знания. Трансцендентный звук не утрачивает свои силы от того, что мы не видим его источника. Поэтому Шримад Бхагаватам, Бхагават Гидту или любое другое богооткровенное писание, ни в коем случае нельзя считать обыкновенными, не имеющие трансцендентной силы материальными звуками. И так как Шилы Прабхупада физически здесь не присутствуют, но его наставления присутствуют с нами с помощью его вибраций, которые находятся в его книгах. И так как мы слушаем эти вибрации Шрила Прабхупада и его наставления, то тогда мы очищаемся, и Шрила Прабхупада также забирает нашу карму. Поэтому это не так, что у нас должен быть здесь какой-то человек обязательно. Это не живущий гуру. Гуру для того, чтобы давать наставления, послание наставлений. Это не тело. Он не для тела. Так, следующий параграф в комментарии. Необходимо услышать трансцендентный звук из истинного источника, признать его реальность и без промедления приступить к исполнению полученного указания. Секрет успеха заключается в том, чтобы получить этот звук из истинного источника, то есть из уст истинного духовного учителя. Материальный звук лишён силы, поэтому якобы трансцендентный звук, который исходит от неавторитетной личности, тоже не имеет никакой силы. Мы должны научиться определять присутствие в звуке трансцендентной энергии, и если человеку в результате осознанных поисков или посчастливой случайности доведётся услышать трансцендентный звук, исходящий из уст истинного духовного учителя, то перед ним откроется путь, ведущий к освобождению. Однако, чтобы это произошло, ученик должен быть готов выполнить любые указания духовного учителя, подобно Господу Брахме, который следовал наставлениям своего духовного учителя, самого Господа. Выполнять указания истинного духовного учителя — единственная обязанность ученика. Именно в такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и кроется секрет успеха. Господь Брахма обуздал свои чувства как органы восприятия, так и органы действия, поскольку использовал их для выполнения повеления Господа. Таким образом, обуздать чувства значит занять их в трансцендентном служении Господу. Указания Господа передаются по цепи ученической преемственности через истинного духовного учителя. Поэтому тот, кто исполняет указания истинного духовного учителя, по-настоящему овладел своими чувствами. Аскезы, которые с полной верой и искренностью совершал Брахмаджи, сделали его таким могущественным, что он сумел сотворить целую Вселенную. И достигнув такого могущества, он стяжал славу лучшего Истапасви. Прабу? Итак, мы здесь понимаем, что мы должны слушать Гуру. Нам не важно его присутствие здесь. Мы должны слышать его наставления. You can go to 4.2. Багавад-гита. Багавад-гита. 4.2. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Кришна говорит здесь, что утрачено послание, не утрачено тело, а утрачено послание. То есть духовная жизнь, она базируется на инструкциях, она не базируется на теле. То есть наставления Шрилы Прабхупада, которые он дал, они не потеряны, они здесь сейчас, сегодня. Много людей сейчас принимают сознание Кришны, но почему? Потому что они слушают Шрилу Прабхупаду, потому что они читают его книги, и так они становятся преданными. Шрилу Прабхупада, он в его наставлениях. Да, потому что если вы скажете, что Шрилу Прабхупада умер, тогда никто не смог бы стать преданным. Потому что тот, кто думает о живущем Гуру, он богас. То есть, вы можете перейти на 10, 87, 39, вы не сможете, но вы должны перевести из английского, английского. Окей, 10... 87, вы можете перейти на русский Баговадам, 10, 87, 87, 8, 7. Да, да, да. 87, 39. Да, да, да. Шрилу Прабхупада умер, 10, 87, 39. У нас нет его на русском. Мы постараемся его... Мы постараемся его перевести. Извините, преданный у меня не очень хороший английский, поэтому я вынуждена пользоваться также переводчиком. Тот, кто следует путем отречения, но не убирает из остатки материальных желаний в своем сердце, то они остаются нечистыми и, соответственно, они не могут познать Господа. Хотя ты, Господь, присутствуешь в их сердцах, для них ты как драгоценный камень на шее у человека, который совершенно не помнит, что у него там висит. Господь, тот, кто практикует йогу только ради чувственных удовольствий, должен понести наказание, как в этой жизни, так и следующей. От смерти, от которой они не могут избавиться, и от тебя, чьего царства они не могут достичь. Итак, если вы обратитесь к какому-то нечистому преданному, он не может также спасти себя, потому что Кришна не дает ему знания. И если он не может вернуться обратно к Господу, но мы следуем за Ним, какова наша тогда позиция? Каково наше положение? 6, 7, 14. Руссия, руссия. Да, 14. А, 14. Да, 1, 4. 1, 4, 1, 4. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Шмадбагавтам, 6, 7, 14. Погрязшие в невежестве правители и все, кто по их призыву слепо вступает на этот опасный путь, словно садятся на каменный корабль. Такой корабль не может держаться на плаву, он потонет вместе со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад и туда же отправляются их последователи. Вы видите, что если вы за неверным человеком следуете, то вы также упадете за ним. Это, как лодка с камнями. Как вы можете спасти себя? Поэтому очень важно принять правильного гуру, такого, как Шрила Прабхупада. Потому что очень важно принять правильного гуру, такого, как Шрила Прабхупада. 10.231 О Господь, подобный сияющему солнцу! Ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому тебя называют древом желаний. Когда очари, укрывшиеся под семью твоих злотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. И поскольку ты очень милостив другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели. То есть, Кришна принимает, что Шрила Прабхупада наш гуру, и мы все его ученики. То есть, Кришна сказал, я принимаю это все. Комментарий. Обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением, которое Кришна принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой к Богу. После долгих скитаний по всей материальной вселенной, удачливая душа начинает искать такого гуру, ачарю, который обучит ее служить в Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств, так, чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. Итак, обязанность ачарьи найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями шастра. Например, Рупага Свами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, писал книги о преданном служении, такие как Бхактира Самрита Синху. Это значит, что ачаря должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой к Богу. Последователи движения сознания Кришны идут тем же путем. Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности, неназволенного секса, от потребления одурманивающих веществ, мяса и азартных игр. И каждый день повторяют 16 кругов Харикришна Маха Мантры. Таковы авторитетные наставления. Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидасу Тхакуру, а принимать этот метод. Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных наставников. Ачария дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океане видения, зайдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует его указаниям, в конце концов, по милости Господа, достигнут цели. Этот метод называется Ачария Сампродая. Вот почему говорится Ачария Сампродая абсолютно авторитетна, поэтому человек должен принять Ачарию Сампродаю, иначе все его усилия кажутся тщетными. В одной из песен Шрила Народтама Даса Тхакура есть такие слова Тандара Чарана Севи Бхакта Саневаса, Джанаме Хая Эй Абхилаша. Человек должен поклоняться лотосным стопам Ачарии и жить в обществе преданных. Тогда его попытки пересечь океан невидения непременно увенчаются успехом. Итак, значит, как может быть так, что 16 кругов – это наставления Шрилы Прабхупады, а то, что Прабхупада будет гуру, а все остальные будут его учениками, это не является его наставлением, это Богас. Как такое может быть? Потому что Кришна говорит, что Кришна говорит, что Мой преданный оставит метод, который Мой преданный оставит. То есть, если Кришна даже принимает этот метод, кто Вы такие, кто Мы такие, чтобы не принять это? Для этого мы должны понимать, что правильная система, а где нет. Поэтому Сознание Кришны базируется на том, чтобы постоянно слушать, что говорит Духовный Учитель. И если мы не следуем наставлениям Духовного Учителя, тогда мы упадем. Поэтому это очень важно. Вы можете идти на 10, 44, 10? У вас это? 10, 44, 10. 10, 44, 10. Да, у нас. 10, 45, 10. И если Вы следуете за неправильным человеком, и я это вижу и не говорю об этом, то я также становлюсь этим, я творю беззаконие также. Итак, Искон сейчас следует за неправильной системой, если я последую за ними, и я тоже упаду. В прошлой жизни я совершил ошибку. Почему я должен в этой жизни опять совершить ошибку? Да. И это большая-большая проблема сейчас. 4, 28, 48. 4, 28, 48. 4, 28, 48. Всякий раз, когда по высшей воле Верховной Личности Бога или представителя Господа в мир приходит Ачария, он восстанавливает законы религии, изложенные в Бхагавадгите. Религия – это исполнение воли Верховной Личности Бога. Человек начинает следовать религиозным принципам, когда подчиняется Верховной Личности Бога. Долг Ачарии – распространять истинную религию и побуждать каждого склониться перед Всевышним. Следовать религиозным принципам значит заниматься преданным служением, в частности, девятью его видами, к которым относятся слушание, повторение, памятование и т.д. К сожалению, когда Ачария уходит, мошенники и непреданные, рядящиеся в одежде свами, йогов, филантропов, фольктуистов и т.д., пользуясь случаем, начинают проповедовать ложные учения. Истинное предназначение человеческой жизни состоит в том, чтобы следовать указаниям Верховного Господа, как о том, сказанном в Бхагавадгите. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай передо мною ниц. Поглаченный мыслями обо мне, ты непременно придешь ко мне». Главная обязанность людей состоит в том, чтобы постоянно думать о Верховной Личности Бога, стать преданным Верховному Господу, почитать Его и падать ниц перед Ним. Ачария, полномочный представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы в человеческом обществе. Но после его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне следуя наставлениям своего духовного учителя. Сейчас практически весь мир живет в страхе перед мошенниками и непреданными. И для того, чтобы спасти людей от безбожья, мы оставали общество сознания Кришны. Каждый человек должен сотрудничать с этим обществом, чтобы на земле воцарился истинный мир и счастье. Сейчас в Искон эти люди поменяли слова Прабхупады. И много-много проблем теперь. Итак, вы видите, как много проблем, если вы не следуете четким указаниям Шриду Прабхупады. А вы можете идти в 7, 15, 45 и 46. 7, 15, 45, 46. В общем, от Багу там 7, 15, 45 и 46. Может, вы погулять пойдете, посидите там. Мне так неудобно, что нам интересно, допустим. А вам, может быть, это неинтересно, что мы слушаем. Так, перевод 7, 15, 45. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную верховной личностью Богу, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. Курпат? Комментарий. Комментарий. В Багаватите Господь говорит, тот, кто постиг божественную природу моего явления и моих деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель у Арджуна. Таково высшее совершенство жизни, и человеческое тело помогает нам достичь этого совершенства. В чем Адбагаватам сказано, «Человеческое тело – ценнейший корабль, а духовный учитель – капитан, гуру Карнатхарам, способный провести этот корабль через все рифы океана небеденья. Наставление Кришны – попутный ветер. Человек обязательно должен воспользоваться всеми этими благоприятными условиями и пересечь океан небеденья. Поскольку духовный учитель – капитан корабля, надо служить ему всей искренностью, чтобы по его милости снискать милость Верховного Господа». Следует обратить внимание на слово «очью-то балах». Духовный учитель очень милостивит своим ученикам, и, удовлетворив его, преданный получает силу от Верховной Личности Бога. Чичайтане Махапрабу говорит, «Гуру Кришна Прасаде Пая Пхакти Лата Биджа». Нужно прежде всего удовлетворить духовного учителя. Сделав это, человек тем самым доставит удовольствие Кришне и получит от него силу, которая позволит ему пересечь океан небеденья. Стало быть, тот, кто действительно стремится вернуться домой к Богу, должен обрести необходимую силу, доставив удовольствие своему духовному учителю. Так преданный получит оружие, с помощью которого он сможет победить своих врагов и обретет милость Кришне. Просто получить оружие гьяна недостаточно. Надо заточить этот меч знания, служа духовному учителю и неукоснительно следуя его наставлениям. Тогда человек, вставший на духовный путь, обретет милость верховной личности Бога. В обычном сражении воин, чтобы одолеть врагов, использует свою колесницу и лошадей. Но когда он одержал победу, ни колесница, ни все ее оснащения ему уже не нужны. Точно так же, пока у нас есть человеческое тело, надо использовать все его возможности, чтобы достичь наивысшего совершенства, вернуться домой к Богу. Обрести совершенное знание, значит подняться на духовный уровень. В Бхагавадгите Господь говорит, «Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховный брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне, просто углубляя свои знания, как это делают им персоналисты. Невозможно вырваться из костей май, нужно подняться на уровень пакте. Подстичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. Пока человек не поднялся на уровень преданного служения и не снискал милость духовного учителя и Кришны, у него остается возможность спасть и снова родиться в материальном теле. Вот почему Кришна подчеркивает в Бхагавадгите, «Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обителью Арджуна». Особое внимание следует обратить на слово «татватах», которое означает «действительно». «Тато мам татвато джнатва». Только тот, кто по милости духовного учителя действительно познал Кришну, избавляется от необходимости рождаться в материальном теле. В шастрах Шримадбхагаватам сказано, «Те, кто просто накапливает знания, пренебрегая служением лотосным стопам Кришны, не смогут вырваться из плена материального бытия. Даже если человек достигнет уровня Брахмападам и погрузится в Брахман, не обретя Бхакти, он может вновь оказаться в материальном мире. Нужно быть очень осторожным, всегда пометуя о возможности снова попасть в материальное рабство. Уберечь себя от падения можно, только поднявшись на уровень Бхакти, а тут душа не может упасть. Только тогда человек сможет прекратить деятельность в материальном мире». В общих чертах путь к совершенству заключается в следующем. По словам Шичайтани Махапрабху, человек сначала должен встретить истинного духовного учителя, принадлежащего к парампреса знания Кришны. По милости гуру, человек, следуя его наставлениям, сможет получить силу от Кришны. А эта сила позволит ему встать на путь преданного служения и достичь высшей цели жизни – лотосный стоп вишну. Особого внимания в этом стихе заслуживают слова «Джнанасим Ачюта Балах». «Джнанасим» – меч знания, дается Кришны. И когда человек служит гуру и Кришне, Баларама дает ему силу, необходимую, чтобы удержать в руках меч наставлении Кришны. «Баларама» – это Нитьянанда. «Этот Бала, Баларама, приходит вместе со Шричей Танима Хапрабху, и оба они очень милостивы. В век Кали любой может укрыться под синюю их лотосный стоп. Они приходят именно для того, чтобы спасти падшие души, родившиеся в этот век». Так что человек должен принять меч знания от Кришны и милостью Баларамы обрести силу. Вот почему в Вриндаване мы поклоняемся Кришне Балараме. В Мундаку Панишат сказано, «Невозможно достичь цели жизни без милости Баларамы». Поэтому Шри Наротама Дасхакур говорит, «Тому, кто обрел милость Баларамы, Нитьянанды, совсем нетрудно достичь лотосный стоп Прадхи и Кришны. Если у человека нет связи с Нитаем, Баларамой, то каким бы гьяни, знатоком Писании он не был, и в какой бы почтенной семье он не родился, это не принесет ему никакой пользы. Самое важное – победить в себе врагов в сознании Кришны с помощью силы, полученной от Баларамы». Следующий текст, 7, 15, 47, 46, простите. Если же человек не принимает покровительство Ачюты и Баладевы, его чувства лошади и разум колесничий, подверженные влиянию материальной скверы, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начинает привлекать вишая, еда, сон и плотские утехи. Эти разбойники бросают его лошадей и колесничьего в мрачный колодец мирского бытия. Так что сам он вновь оказывается в ужасном круговороте рождения и смерти. Курпот? Комментарии. Без покровительства Гауранитая, Кришны и Баларамы, человек не сможет избавиться от невежества и выбраться из темного колодца материального бытия. Слово «начет», употребленное в этом стихе, указывает на то, что такой человек обречен оставаться во тьме материальной жизни. Живому существу необходимо получить силу, отнятая Гауры, Кришны Баларамы. Без их милости выбраться из темного колодца и невежества просто невозможно. В Чайтане Чаритамрите сказано, «Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтане и Господу Нитянанди, которые подобны Солнцу и Луне. В один и тот же час они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение. Материальный мир — это мрачный колодец, где царит невежество. Душа, упавшая в такой колодец, должна сделать своим прибежищем лотосные стопы Гауранитая. Тогда ей легко удастся выбраться из заточения. Не получив силы от Гауранитая, она никогда не сможет выбраться из материального рабства. Одних философских рассуждений для этого недостаточно». Если вы получаете от настоящего Гуру, который соединяет вас с Кришной, тогда вы не можете упасть, не следовать четырем принципам. Но если вы следуете четырем принципам, то это означает, что вы знаете, что вы получаете милость Шрилы Брабхупады. То есть это как тесты, что вы соединены со Шрилой Брабхупадой. Это доказывает, что вы... Although Брабхупада is not physically around, Прабхупада физически здесь не присутствует. By following the instructions, you get strength to overcome Maya. Но следуя его инструкциям, его наставлениям, вы выбираетесь из Майи. This is the test. Это тест. That means the result. So can you go to Исшопанишнад, Мантра 12? Second last paragraph. ISO. ISO 12. ISO. ISO 12. And what number? 12. One, two. Ah, two. Yes. Исшопанишнад 12 глава. Yes. And second last paragraph. Second last paragraph. And, and, and. Yes. second last what is it second from the last the Lord said you read that И Господь утверждает, что тот, кто достигает его с помощью преданного служения, единственного пути ведущего к личности Бога, раз и навсегда избавляется от оков рождения и смерти. Иначе говоря, освобождение из стисков материи целиком зависит от знания и от решенности, которые приходят к тому, кто служит Господу. А у псевдоверующих нет ни знания, ни от решенности от материальной деятельности. Большинство из них хочет жить золотых оков материального рабства, прикрываясь альтруистической и филантропической деятельностью, загримированной под религию. Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным служением и в то же время совершают различные греховные поступки. А наивные люди принимают их за духовных наставников и ревнителей веры. Ревнители веры, простите. Такие нарушители религиозных принципов не признают авторитет ачарьев, святых учителей, принадлежащих к цепи ученической преемственности. Они пренебрегают указанием бед. Ачарья Аббасана. Каждый должен поклоняться ачарьей. И словами Бхагавадгиты Эвам Парам Параптам. Эта высшая наука о Боге передавалась по цепи ученической преемственности. Вместо того, чтобы найти истинного духовного учителя, они вводят людей в заблуждение и провозглашают себя ачарьями, хотя сами даже не следуют принципам ачарьев. Эти негодяи – самые опасные элементы в человеческом обществе. Из-за отсутствия религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в Бхагавадгите, что завистливые демоны, родящиеся в одежде религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшую область ада. И Шрейша Панишат подтверждает, что завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которой они занимаются только ради чувственных наслаждений, эти, в кавычках, «духовные лидеры» попадают на самые отвратительные планеты Вселенной. Прабху. И теперь вы видите, когда у них закончится их гуру-бизнес, где они окажутся. Итак, на этом я закончу. Какие-то вопросы? Лила Манджария, у вас в студии есть вопросы? Преданные? Вопросы это самое. У меня-то нет вопросов, потому что я сегодня уже слушала. А вот девочки мои, которые пришли, вот, ну, вот как я поняла, что они согласились, в общем, с тем, что Сундура Капал у нас говорил, потому что у нас тут, ну, 30 лет мы без Шрила Прабхупада практически, и каждый, кто может, то и делает. Вот, и, наконец-то, какая-то одна личность появилась здесь, в советском, в смысле, в России, да, который может нам сказать правду, объяснить, вот, я-то правду давно уже знаю, да, но вот все время одна и одна, потому что нет. Вопросов в общем нет. Ну все, мы очень благодарны Сундура Капалдасу, да, за то, что у него же там поздно сейчас. They don't have questions, the little majority think that everyone accepts what you say before. Вот, видите, вот эти 10 стран, где уже настолько движение в храм открыт, и так далее. Собрала людей темных, да, и вот сейчас кто-то приедет с Новороссийска, там будет им что-то говорить, понимаешь. Просто людей уводят, они уводят. Правильно сегодня сказали, что я, вроде, это знаю, но я 9 лет живу и не рассказываю. Но даже я вот рассказала, она все равно света-то не пришла просто узнать. Можете подробно что-то сказать? Нет, никакого интереса. Зато у нас сегодня собрала на масштабе. Многие люди не имеют интереса в том, чтобы больше узнать о Силе Праппупаде. И сейчас некоторые люди приходят, и они могут поговорить. Но также Манджари говорит, что я тоже не говорю всем, и все не знают о Силе Праппупаде. Но сейчас она пытается говорить, но также некоторые люди не слушают, не приходят. Сейчас Манджари, теперь вы можете использовать эти видео, эти записи, лекции для того, чтобы показывать людям. Ну вот как это сделать, мне вот, например, вы скажите, Даша, я уж на тебя надеюсь, я ничего не буду здесь. Окей, she is waiting when I give to her this video. Итак, нет вопросов. Все, Лила Ванжари, вопросов нет, тогда Прабу прощается с нами. Спокойной ночи ему, спасибо большое, спасибо, все говорят. За вашу смелость, спасибо. Hare Krishna, thank you very much, thank you that you are so, you don't scare. I don't remember how to say it in English, that you are not afraid. What to afraid when you are Krishna and Prabhupada? Чего бояться, когда у вас есть Krishna и Prabhupada? Это да, он помогает, смелым судьба помогает. Но смелым всегда судьба помогает. Вот мы сейчас, сейчас, он же первый к нам приехал через 37 лет. For those who are not afraid, Krishna helps them. Alright, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhupada. Все, Hare Bo, спасибо.